Одна из задач, которая сегодня ставится перед руководителями – рачительный подход к использованию средств. Бюджет муниципалитета достаточно напряженный. По краевой программе на этот год выделено 50 миллионов рублей на строительство детского сада в Хуторе-Воскресенский. По условиям софинансирования необходимо привлечь еще полтора миллиона рублей. Их перераспределили с других муниципальных программ, там где позволяли сроки финансирования. Вместе тем более двух с половиной миллионов рублей вернут жителям станицы Гастагаевской. Участникам одного из кооперативов по строительству газопровода низкого давления. Деньги удалось сэкономить благодаря системе электронных торгов. Принято было решение эти деньги людям вернуть. И останется людям зарплатить по этому объекту только 212 тысяч, которые собраны уже. В связи с этим мы предлагаем нести соответствующее изменение муниципальному программу. В части сокращение расходов за счет переключенных средств граждан в сумме 2,6 миллионов рублей. Сегодня же депутаты утвердили на пост начальника муниципального управления ЖКХ кандидатуру Сергея Криворучко. По первому образованию он инженер, сейчас заочно учится на юриста. Общий стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства более 15 лет. Кроме того, депутаты утвердили список из 11 человек, которым вручат медаль за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. Среди них общественник Христофор Асланиди, врач Ирина Кузовкова, священник Виктор Полянкин, писатель Сергей Левин, атаман районного казачьего общества Валерий Плотников. Тайным голосованием из пяти кандидатур выбрали двух новых почетных граждан города-курорта. Директора Анапского завода ЖБИ Лева Багиняна, а также заслуженного экономиста России Евгения Царева. Субтитры создавал DimaTorzok